Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я вас познакомлю с одним из очень простых, но очень эффективных рецептов приготовления домашнего инсектицида на основе горчичного порошка. Защита растений от комплекса вредителей является обязательным элементом возделывания растений в саду и в огороде. В естественных условиях процесс уничтожения растений вредителями и равновесное такое поедание вредителей хищниками является нормальным природным процессом. В огороде же и в саду для того, чтобы получить большие урожаи с наименьшими затратами, нам все-таки приходится контролировать развитие вот этих самых вредителей, для того, чтобы они нас не оставили без урожая и не пошел прахом весь тот объем усилий, направленный на получение урожая. При этом хочется как можно меньше использовать химически синтезированных пестицидов, которые сейчас в большом количестве доступны для населения, однако их применение должно быть очень грамотным и контролируемым, потому что если применять эти препараты неправильно, в этом случае можно нанести вред не только окружающей среде, но и собственному здоровью. Поэтому поиск каких-то натуральных средств контроля вредителей является очень важным. Особенно это касается тех растений, которые посещаются пчелами, потому что многие из химически синтезированных инсектицидов являются вредными также и для пчел. Когда идет лед пчел, когда сады цветут, когда земляника цветет, другие растения, в этом случае достаточно сложно найти химически синтезированные пестициды, которые были бы безопасны. К таким пестицидам относятся все семейство авермектинов, это и фитоспорин, актофит, другие препараты. К этому же семейству относятся биологические средства защиты растений, такие как бетоксибацелин на основе бациллюстурингенсис или липидоцит. Но на самом деле, если вдруг вам недоступны эти препараты, можно воспользоваться и другими рецептами. Один из источников инсектицидных веществ, натуральных инсектицидных веществ, это горчица, горчичный порошок. Обращаю ваше внимание, что для приготовления нашего состава нам понадобится не горчичный жмых, который уже обезжиренный, который уже прошел какие-то технологические обработки, а настоящий горчичный порошок, цельный горчичный порошок, который, как правило, продается в отделах пряностей для приготовления домашней горчицы. То есть в нем должен оставаться весь тот объем биологически активных веществ, который присущ горчичным семенам. Для нашего состава нам понадобится из расчета 10 грамм горчичного порошка на 1 литр воды вот это количество горчичного порошка. Я буду делать концентрат. Концентрат я буду делать из 100 грамм горчичного порошка на примерно 1 литр воды. И потом я весь вот этот концентрат разбавлю в 10 литрах воды. То есть доведу до объема 10 литров. Ну, у меня чуть меньше, чем литр, но это не принципиально, не так важно. Потому что я все равно потом конечную концентрацию доведу до объема 10 литров. Затем мы наш горчичный порошок заливаем теплой водой. Она не должна быть слишком горячей или холодной, просто обыкновенной теплой. Ну, где-то градусов 40, около того. Заливаем полностью и, конечно же, тщательно перемешиваем. Вот этот вот состав должен настояться примерно в течение 4-5 дней до того, как вы его будете разбавлять. Чтобы произошла, как следует, экстракция всех вот этих полезных веществ горчицы в этот раствор. У меня он на 4-5 день немножечко даже разбухнет, превратится в такую пасту. Но если это происходит, то есть если он в такую пасту превращается, то в этом случае его надо вымешать в 10 литрах воды. И до того, как вы будете его заливать в опрыскиватель, пожалуйста, вы его через двойную марлечку или через еще что-то профильтруйте. Почему? Потому что вот эти частички разбухшие горчичного порошка могут просто-напросто забивать опрыскиватель. Если вы возьмете больший объем для настаивания горчичного порошка, то в этом случае к 4-5 дню у вас весь горчичный вот этот сам порошочек осядет вниз, вы жидкость аккуратненько сольете и, возможно, тогда не надо будет проводить фильтрование. Для того, чтобы усилить экстракцию горчичного порошка, необходимо защелачить раствор. В качестве защелачивающего агента чаще всего применяется сода. На ведро воды понадобится примерно 30 грамм кальцинированной соды. 30 грамм – это такая большая столовая ложка с горкой. Но я являюсь противником использования соды в огороде и в саду. Почему? Потому что при систематическом использовании натриевых соединений происходит их накопление в почве, а для почвы натрий является очень и очень опасным и вредным. Кроме того, избыток натрия выдерживают разве что такие огородные культуры, как свекла, мангольд, ну и родственные свекли растения. Все же остальные к избытку натрия являются довольно чувствительными и могут даже повреждаться избыточным количеством натрия в почве. Поэтому я хоть и буду использовать соединения натрия, поскольку соединения калия, калевые карбонаты, еще какие-то соединения щелочные, они недоступны людям. Разве что можно приготовить зольный раствор. Вот там щелочного компонента, калевого и кальциевого щелочного компонента, находится достаточно много. Для того, чтобы приготовить зольный раствор, для этого необходимо стакан золы примерно, предварительно растворить в пол-литре воды, настоять тоже несколько дней, можно те же 4-5 дней. Но необходимо перед настаиванием соединить щелочной зольный раствор и вот этот вот горчичный порошок, потому что настаивание горчицы должно вестись в присутствии щелочи. Для того, чтобы ускорить такой процесс приготовления этого инсектицида и упростить себе задачу, я буду использовать едкий натор. Где же взять едкий натор? Едкий натор это не что иное, как самый обыкновенный вот такой вот сухой порошок для прочистки труб. Он действительно довольно-таки едкий, но я его буду брать в очень небольшом количестве. Чтобы создать эквивалентный щелочной раствор, мне понадобится даже чуть меньше, чем чайная ложечка вот этих вот гранул. Ну вот буквально 3 чайной ложечки этих гранул, последствия, что будет растворено в 10 литрах воды. То есть раствор вот этот для экстракции я буду подщелачивать вот этим составом. Как следует вымешать необходимо и, как я уже сказал, оставить все это на 4-5 дней в темном месте при комнатной температуре. Можно оставить и на большее время, если вы его так хорошо подщелачили, как я. Почему? Потому что если вы оставите на дольше, там могут завестись какие-то плесневые грибочки, начаться какая-то жизнь. А вот за 4-5 дней там как раз пройдет экстракция без каких-либо вот таких вот контоминаций. После того, как вы разбавили в 10 литрах воды вот этот состав, профильтровали, туда можно добавить дополнительно и авермектины, и дополнительно добавить биологические препараты для защиты растений как от болезней, так и от вредителей. Не помешает. Но в принципе, даже самостоятельно этот состав очень хорошо контролирует тлю, очень хорошо контролирует трипса, клопиков различных, хорошо контролирует всевозможных гусениц, совок и так далее. И что самое главное, этим составом можно проливать грядки, где сидит морковь, где сидит лук с целью борьбы с луковой и морковной мухой и другими вредителями. Потому что в чистом вот таком вот виде, без дополнительных введений каких-либо соединений, он является дружественным растением, растения не повреждают, а вот различные вредители его избегают. Поэтому используйте этот состав на пищевых растениях во время цветения растений для контроля этих вредителей. Конечно, этот состав не является системным. Он не всасывается в растения. В принципе, урожай можно снимать, если вы во время урожая обрабатываете, ну, хоть сразу же после опрыскивания, а уж тем более через несколько дней. Поэтому им удобно пользоваться, например, в условиях защищенного грунта. Ну, конечно же, плоды надо как следует помыть перед употреблением. Ну, а горчица, она, в общем-то, есть горчица. А то незначительное количество едкого натра, меньше чем пол чайной ложечки на 10 литров воды, оно не окажет отрицательного влияния ни на полезных насекомых, ни на полезных бактерий, ни на вкусовые качества овощей, плодов и так далее. Поэтому, надеюсь, вам понравится этот способ. Но надо помнить, что для того, чтобы полностью избавиться от вредителей, надо обрабатывать им примерно каждые 10 дней, потому что он не обладает системными свойствами. Он убивает только тех насекомых, на которых попал. Поэтому верхняя сторона листа, нижняя сторона листа должна быть равномерно также обработана. Это не системный, а контактный препарат. Что ж, надеюсь, это поможет вам содержать ваш сад, огород в здоровом состоянии и жить дружественно с окружающей средой, вести настоящее природное земледелие. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»